В выпусках длинневосточного бронежурнала часто упоминаются крепления для антенн на бронетехнике, но к сожалению антенны на попадавшихся нам машинах отсутствуют. Что уж говорить про радиостанцию, ведь это неотъемлемый атрибут боевой техники, без которого она превращается в слепого котенка. Исправим пробелы в армейской радиосвязи, сделаем обзор на самую настоящую, работающую радиостанцию. Наш киножурнал набирает популярность, благодаря подписчикам нам в руки попала радиостанция R147. Обещали предоставить для съемок еще несколько интересных экспонатов из частного музея, так что подписывайтесь на наш канал, вас ждет еще много интересного. Советская радиостанция R147 или просто акция? Р147. Хотя на моей памяти ее всегда называли просто R147. Про акцию я узнал из интернета. Мне всегда казалось, что так назывался только ее аккумулятор. В 70-х советская армия получила на вооружение УКВ радиостанцию на транзисторах и микросхемах, предназначенную для связи внутри отделения или взвода. Малый размер позволил носить ее любому бойцу, не ограничивая его основного функционала. Дальность связи около 1 км, что вполне достаточно для действий в пределах зоны ответственности одного взвода или отделения. Для одновременного использования сразу в нескольких подразделениях необходимо разнести частоты на несколько каналов, чтобы переговоры соседей не мешали друг другу. Но нужен и общий канал для связи внутри всего взвода, поэтому радиостанция оснащена четырьмя каналами. Современные рации также имеют несколько каналов, которые переключаются кнопочками или крутилками, с отображением на экране заданного канала. 147 переключается тумблером, что гораздо практичнее, боец может на ощупь переключить канал в любом положении при любом освещении. Представьте себе ситуацию, сидишь ты в батаре, где темно и тесно из-за изобилия народа и ящиков, и тебе надо переключиться с канала своего отделения на канал взвода. В случае 147 достаточно просто нащупать тумблер и считать нужное количество щелчков. В современной рации приходится подносить экран к глазам, включать подсветку и долго тыкать пальцем в кнопки, причем приходится это делать трясущимся по бездорожью БТР. Итого у нас четыре канала, шагом 100 кГц. На радиостанциях разных годов выпуска частоты немного отличались. У нашего экземпляра частота 44 МГц, что дает длину волны почти в 7 метров. Антенна по-хорошему должна иметь длину в четверть волны, то есть метра полтора. Гражданские рации работают на более коротких волнах, а значит, антенна у них короче. Длина антенны и ее форма позволяет увеличить дальность связи, поэтому антенны делаются съемными. В нашем случае предусмотрено две антенны на выбор. Одна гибкая антенна из полоски металла, которую можно свернуть наподобие рулетки, вторая представляет из себя простой кусок провода, протянутый вдоль лямки подсумка на специальных креплениях. Такую антенну трудно сломать или оборвать, однако в полевых условиях чего только не бывает. Если антенну оторвут вместе с лямкой, то ей на замену можно смастерить новую антенну из любого куска полевика прямо на месте. Производители гражданских радиостанций знают о подобных проблемах и стараются делать гибкие антенны для своих девайсов. К более-менее серьезным радиостанциям можно купить у производителей запасную антенну. Главное слабое место любой радиостанции – это ее батарея. Она делается съемной в любом случае. Еще желательно иметь возможность запитать прибор от разных источников электроэнергии. 147 имеет специальный отсек для аккумулятора с герметичной крышкой. Родная батарея внешне напоминает обычную 9-вольтовую крону, только круглую в сечении. Батарейка представляет из себя пластиковую баночку с крышкой, оснащенной двумя контактами. Банка снаряжена стопкой аккумуляторов, похожих на батарейки часов. Она-то и называлась «Акция», к сожалению, ее нет в наличии. В качестве альтернативы можно использовать штатный переходник, из которого торчат два провода плюс-минус и уходит в пластиковый контейнер на две квадратные батарейки по 4,5 В. Точнее, туда должны вставляться специальные перезаряжаемые аккумуляторы в форме обычных квадратных батарей, которых у нас нет в наличии, ибо они не пережили столько лет эксплуатации. На практике советской армии ими пользовались не часто, а на бойцов вешали аккумуляторы от радиостанций побольше, примотанных изолентой. Следующий аксессуар – это гарнитура. Без нее эксплуатировать 147-ю нельзя, других вариантов подключить микрофон и наушник штатно не предусмотрено. В гражданских рациях строго наоборот, там звуковые приборы ставятся прямо в корпусе, а гарнитура подключается по желанию. Армейской эксплуатации тут накладывает свои условия, кабель должен быть достаточно прочным, а тангент вызова крупный, чтобы была возможность нажать на нее в зимних рукавицах. Микрофон и наушник должны помещаться не только под шлемом или каской, но и под противогазом. К этой же гарнитуре крепится антенна. Стоит упомянуть еще о существовании R147P. Это упрощенная R147-я, у которой нет передатчика. А стоит только приемник, собственно поэтому она ИП. Такой вариант имеет корпус на треть меньшей, а все остальное остается без изменений. Такой приемник можно повесить на каждого солдата, а командира вооружить приемы передатчиком. Это гарантирует и упрощает доведение команды до всего подразделения, причем одновременно. Оснастить рации каждого отдельного стрелка дорого и в качестве экономии целесообразно использовать более дешевый приемник, чем приемы передатчик. Плюс не надо забывать, что у рядового есть свои задачи на поле боя. Ему не до того, чтобы еще и с рацией управляться, переключая канал и нажимая тангенту. В ситуации вне поля боя все еще интереснее. Необученный солдат будет нарушать режим радиовещания, правила ведения переговоров и сохранения секретности. Еще радиопередача более энергозатратна, чем радиоприем. А где на всех батарейки найти? Да еще в полевых условиях, когда их негде зарядить. Ну и напоследок загадка, что за металлический бейджик и зачем он нужен? Ответы пишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok